19 июня в результате стрельб на полигоне Сельце произошло возгорание травянистой растительности на восьми очагах. В результате порыва ветра произошло распространение на территорию огня на территорию Московской области и на территорию Рязанской области на Гослесфонд. Первые два дня, по словам Сергея Филиппова, пожар тушили на территории Министерства обороны. Вот только взрывы ситуацию осложнили. Когда перешел огонь с полигона на лесистую местность, в течение двух дней произошло более 150 подрывов неразважившихся боеприпасов. И мы с мерами безопасности, дабы сохранить людей, не нанести, так скажем, травмирования, работали только по дорогам, что не позволяло нам дотушивать те очаги, которые были внутри лесистой местности. И, соответственно, затрудняла еще болотистая местность, ну и порывы ветра. Сотрудники МЧС и пожлеса назвали пожар сложным. Многие приезжают к четырем часам утра, а уезжают в полночь. Некоторые остаются ночевать. Воду для машин они берут из соседнего пруда, накачивают помпой, а затем тушат. После процесс повторяют. Михаил Костин на пожаре пятый день. Говорит, что за последние сутки проспал всего час. Было жарко, жарко. Площадь и возгорание было, ну, сами видите, какая. И не успевали, просто-напросто. Не было ни подъездов. А сейчас трактор все сделал нам, так что все сейчас прекрасно. Просто дежурить у поселений и ждать прихода огня не получится. Это доказал 2010 год, говорит министр природопользования Сергей Абрамов. Сейчас тактика другая. Делают несколько опорных полос. От участка, на котором ведутся съемки, до Шахмино 4 километра. На территории располагается 4 таких полосы. Силы пожлеса дежурят не у последних, а наоборот у первых. Вот только в первые дни пожара это не помогло. Сильный ветер просто перебрасывал горячую листву на расстоянии до 300 метров. Ее тушили добровольцы с пожарными ранцами. Всего в ликвидации пожара участвуют 327 человек и почти 40 единиц техники. Плюс техника тяжелая. Но она не везде может проехать. С воздуха людям помогают два вертолета Ми-8, которые в день делают от 60 до 80 сбросов воды. На сегодняшний день два очага активного горения. То есть на площади более 350 гектар пожар на сегодняшний день уже локализован. Но в целом мы не можем его дать полную локализацию. Есть два участка активного горения. Это в районе, который мы с вами проезжали с левой стороны, по опорной полосе квартал 35-й, 47-й, Белоборского лесничества. И в районе границы Московской области. В настоящий момент общая площадь пожара на территории Гослесфонда – 382 гектара. К тушению привлекли четыре пожарно-химических станции с одной стороны – Касимовскую, Клепяковскую, Тумскую, Гусь-Хрустальную – и три с другой – Солочинскую, Спаскризанскую и Крюшинскую. В сторону Москвы сейчас движется техника Министерства обороны под названием «Болотоход». Это единственное спецсредство, которое может двигаться по утопающей почве. Навстречу ему из Москвы двигается точно такая же техника. Они делают новую опорную полосу, через которую, по теории, не перекинется пламя. При благоприятных погодных условиях, а это отсутствие ветрового ветра, такой, какой был у нас здесь вчера, позавчера, позавчера, достигавший 18 метров в секунду, мы проведем превентивные мероприятия и локализацию планируем произвести. Ущерб от пожара оценивать еще рано, заявил Сергей Абрамов. Это нужно делать, когда его полностью ликвидируют. Однако очевидцы рассказывают, что в леса начинают возвращаться животные. А это означает, по их словам, что звери угрозы не чувствуют, пожар идет на спад. Чиновники утверждают, что ближайшим населенным пунктам Шахмино и Сельце ничего не угрожает. А также заверили, что ситуация 2010 года не повторится. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».